Нас ждет жаркая политическая осень. Добрый вечер в прямом эфире, как всегда в этот час и день недели программы ЖТКУН. Меня зовут Дмитрий Двойнев и смотрите сегодня. Половину дохода нацфонда на счета детей, деньги коррупционеров на строительство школ, а если в президенты, то на 7 лет и только на один срок. Как справедливый Казахстан представлен в послании президента, об этом наши аналитики. Новый учебный год стал длиннее и, как обещают в Минпросвещении, это отразится на качестве продукта казахстанской образовательной системы. Так ли это? Мы разбирались. Трансформация информационной службы и новый телевизионный сезон нашего канала. Больше информации, аналитики, больше драйва. Уже двое суток пожарные в Костанайской области пытаются справиться с огненной стихией. Природное возгорание сухой травы и деревьев переросло в крупнейшее ЧП. С лесного массива огонь перекинулся на ближайшие села. Практически уничтожено 100 домов, 2000 человек эвакуированы. Есть пострадавшие и, к сожалению, один погибший. С места ЧП наш специальный корреспондент на Земгульку Маспоева. Аулликоль, Аман-Карагай, лесное, озерное. Название этих поселков выучила вся страна. Они полыхали всю ночь. Жители эвакуированы. Давай, давление, давление! Давай, давай, побольше! Наибольшие площади пожаров в Аулликольском районе Костанайской области. На окраине поселка Аулликоль достаточно большой и опасный для близближайших домов очаг. Сейчас снизу кажется, что невозможно такой пожар потушить, потому что здесь даже дышать невозможно. Вы видели сверху, какая там вообще обстановка? Насколько сильно этот пожар захватил эту территорию? Территория довольно большая. Осложняется тушение сильным ветром, засушливой погодой. Делаем все возможное, что в наших силах. Пытаемся как можно дальше зайти в лес. Ну и еще с соблюдением техники безопасности людей, чтобы не подставить людей под огонь. Потому что видите, какое распространение идет большое. Борьба с пожаром продолжается. Здесь задействованы все силы МЧС. Всего 8 очагов пожара в области, которые необходимо ликвидировать, которые необходимо затушить. Здесь сейчас работают пожарные из Акмолинской области. Они приехали сегодня на подмогу. Внимание к Устанайской области должно было быть приковано совсем по другому поводу. Именно на эти дни были запланированы торжественные мероприятия в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова с участием президента. Их, конечно же, перенесли. Но глава государства посетит регион и ознакомится с ходом работ по тушению. Касымжимар Тукаев уже поручил выделить средства для ликвидации последствий пожаров на севере Казахстана. Предварительно посчитали более 100 домов, полностью уничтоженные огнем. Сегодня в резерве Акима области есть 820 миллионов тенге. Этих денег сегодня достаточно. При необходимости дополнительно мы выделим деньги. Эти деньги будут направляться на оказание помощи людям. Это проживание, питание в первую очередь. И дополнительно мы будем запрашивать средства с правительства. Министерство индустрии информационного развития совместно с Акиматом области начать работу по строительству типовых домов. Важно, что поручения-то даны. Теперь эти люди без крова, без жилья. И нам надо оперативно сработать. Надо вот прямо начинать, надо чуть ли не с завтрашнего дня строить. На пожаре в Кустанайской области погиб мужчина 1936 года рождения. Об этом сообщил глава МЧС Юэй Ильин. Всего 10 пострадавших. Четверо еще в больнице. Участовым инспектором при приводении эвакуации был оповещен. Отказался от индустрии мероприятия. Но тем не менее следственные мероприятия, там арктики для человека были проводились. Вы тоже житель этого поселка? Да, да. Что вы сейчас делаете? Подскажите, пожалуйста. Это как тушим. То есть те очаги, которые пожарные не потушили, вы за ними как бы, да? Да, затушим, чтобы не разгорелось дальше. Давно вы живете в этом поселке? 24 года. Были такие случаи? Таких не было. Первый раз столкнулись? Да. Пожарные как положено работают. Они тоже устали уже. Работают как положено. В эвакуационные центры области вчера был вывезен 1841 человек. А три школы в Кустанайской области, куда были эвакуированы, бежавшие от пожаров люди переведут на онлайн обучение. К такому решению пришли в Управление образования региона, ввиду того, что учебные заведения сейчас временно стали местом прибежища погорельцев. Также почти миллиард тенге выделят из бюджета области власти региона на гуманитарную помощь жителям пострадавших регионов. Все сгорело у нас. Все, 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 все. Что было, все. Три квартиры у сына у меня сгорело. Все. Вообще даже вот мы голые, как выбежали, так мы. Я, правда, успела документы забрать. Ребенку, правда, взяла так, пару колготок, штаны там, пару штук, кофточку, все. А себе вообще ничего не взяла. Вот так дома лазила, в шортах, в футболке. Это вот ночь. Эту ночь вот тут женщина к себе переночевать взяла. Чужая, совершенно чужая. Сегодня большинство пострадавших переехали к своим родственникам и друзьям. Некоторым удалось вернуться в свои дома, но не всем. Вы что-то успели вынести из дома? Да, кое-какую одежду и документы забрали, все. Успели? Нет, ничего там. Покидали, покидали машину. Один раз уехали, в другой раз хотели приехать, уже не пустили сюда. Вы когда уезжали, дом уже был на стадии возгорания? Нет, нет, еще пожара не было. Пожар еще сюда не... В Амагаргай не зашел вообще еще. Вот люди, которые остались, вот, они подтушивали, и у них осталось. А у нас, видите, нам сказали все, давай уезжайте, уезжайте, все. Потом, когда назад приехали уже, нас не пущили там. Вот дом сгорел, который, вот, на камеру покажи, здесь это лесничий живет Амагаргая, это Аткин Алексей. Вот, он первый начал собирать, сказал, что не спасти, когда верховой горел лес, не спастись, убегайте все. Вот, все убегали. На данный момент в регионе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Но в целом, как говорят сами честники, ситуация стабилизировалась. Только что отсюда уехали пожарные части. К счастью, им удалось ликвидировать очаг пожара, ликвидировать сам огонь в этом лесу. Но, к сожалению, лес уже не вернется к той прежней жизни, которая здесь была изначально. Потому что, ну, как бы, вот, смотрите, здесь уже все горит под нашими ногами в буквальном смысле слова. Но это только один из участков. Работа по тушению пожара предстоит еще большая. Да и в целом на восстановление нужно время. К слову, в эти дни стихия пожаров настигла и другие страны. С крупными возгораниями борются в Грузии, где полыхают леса сразу в нескольких регионах. А на севере штата Калифорния тысячи людей были эвакуированы. Также из-за масштабного лесного пожара. Стихия, она ведь везде стихия. Борются с ней всем миром. На Замгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Бахытбек Нуртаев, Манатпек Мукенов, Ижетэкун, Кустанайская область. Когда горела Европа, мы с ужасом наблюдали за последствиями огненной стихии в Португалии, Испании, Греции, на юго-западе Франции. Тысячи людей были эвакуированы. Несколько сотен стали жертвами огня и жары. К сожалению, экзамен на профессионализм приходится проходить и сотням наших спасателей и сотрудников специальных служб, которые работают над ликвидацией огня в Кустанайской области. Напомню, что государство уже пообещало построить новые дома всем потерявшим жильем. О значимых изменениях в ситуации мы будем вам сообщать. Прямой эфир позволяет нам оперативно выдавать информацию. А пока о других событиях уходящей недели. Она была богатой на политические заявления. Главный ньюсмейкер Касанжи Мартукаев, он обратился с посланием, большая часть которого была посвящена экономическим и социальным вопросам. Среди них долгожданная практика распределения доходов от нефти, внедрение детского капитала, как в арабских и некоторых других странах. Казахстанцы давно этого ждали. Но самое интересное и неожиданное оказалось не столько в социальной, сколько в политической части документа. Токаев предложил провести уже этой осенью досрочные выборы президента. Следующей весной Мажелиса и Маслихатов представлен график избирательных кампаний. А значит у кандидатов и политических сил есть время подготовиться к выборам. Случилось небывалое в нашей политической жизни. Айгуль Амонтаева подробно о главных аспектах послания и справедливом Казахстане, который призывает строить Токаев. В день старта нового политического сезона ажиотаж политического бомонда и скопление представителей прессы в здании парламента уже не вызывает особого удивления. Суета и некоторое волнение у охраны и на пункте регистрации. У депутатов новая сессия. Открывают ее уже традиционно президент с очередным посланием народу. Документ сразу же назвали революционным во всех смыслах. Здесь хотя бы без преувеличения неожиданное для всех заявление Касымжимарта Токаева о досрочных президентских выборах. Они состоятся уже этой осенью и это не единственная политическая сенсация. Поменяют в целом и продолжительность президентского срока. Семь лет с запретом на переизбрание. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагая мною конституционное новелло, значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. А уже в следующем году пройдут выборы в Можилис и Маслихаты. Тоже внеочередные. У депутатов осталось не так много времени, чтобы завоевать доверие казахстанцев. Впрочем, новость народные избранники встретили с оптимизмом. Вы готовы пойти, побороться за... Вы знаете, есть хорошее выражение. У армии есть только два состояния. Армия или воюет, или готовится к войне. Точно та же партия. Она или участвует в выборах, или готовится к выборам. Мы всегда готовы. Нынешнее послание Касымжимарта Тукаева четкой социальной направленности. По большей части глава государства даже облегчил работу правительству. Поставив не просто задачу помочь людям, но и расписал конкретные меры. И рассказал, как нужно притворять их в жизнь. Медлить нельзя. Казахстанцы хотят жить в благополучии здесь и сейчас. Начал президент с важного здоровья нации и ахиллесовой пяты здравоохранения. Хронического недофинансирования. Застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляют ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированные государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение. Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерские, акушерские пункты. В 650 селах, в которых сегодня нет медицинских учреждений. Образование – еще одна важнейшая часть послания, особенно дошкольные, где статистика по-прежнему удручающая. В детские сады ходят лишь чуть больше половины от всех дошколят. Не хватает как зданий, так и специалистов. Поручение президента повысить статус и заработную плату воспитателя, установив к ним четкие требования. То есть отчетовывать нужно не детские сады, а воспитатели. Решать будут и проблему аварийных и трехсменных школ. За три года в рамках нацпроекта «Комфортная школа» построит 800 современных заведений. На эти цели пойдут и деньги, изъятые у коррупционеров. Тем, кто нуждается, помогут и собрать ребенка в школу. Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета. Еще одно решение главы государства – поднять минимальный размер заработной платы до 70 тысяч тенге и перезагрузить пенсионную систему. Тукаев предложил довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120. Обрадовал женщины и родителей отдельно. Пенсионный возраст женщин зафиксируют на уровне с 61 года до 2028 года. А выплаты по уходу за ребенком продлят до полутора лет. И чтобы впредь господдержка была точечной, создадут цифровую карту семьи и социальный кошелек. В следующем году различными мерами занятости будут охвачены около 100 тысяч молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования по 2,5% годовых. Предлагаемые меры позволят повысить эффективность системы социальной защиты граждан, сделают наше общество более гармоничным и справедливым. Самое главное – честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо понимает это. Нацфонд детям Касымшмар Тукаев и ранее говорил, что доходами от использования национальных богатств должны пользоваться все без исключения. В принципе, во многих арабских странах есть аналоги подобного госпособия. Копить маленькие казахстанцы с самого рождения смогут уже через год. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижению совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Перезагрузка госуправления. Акцент необходимо сделать на децентрализации госаппарата с повышением персональной ответственности политических служащих. Чтобы обещания были не на словах и презентациях, а в реальности и ощутимые. За конкретную отраслевую политику спрос конкретного министра. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов. Чистку проведут и в рядах служителей Фемиды одно из предложений выбирать судей Верховного суда. Кандидатов будет отбирать президент на альтернативной основе и вносить на согласование в Сенат. Затрону глава государства и вопрос давления на судей. Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться. В судебном жюри предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию качества отправления правосудия. Требует реформирование института апелляции. Здесь решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию. Участники январских событий попадут под амнистию еще одно неожиданное решение Тукаева. Глава государства заявил, что стране необходимо национальное единство и учитывая, что многие хулиганы раскаялись, их следует простить. Помилуют лишь тех, кто не совершил тяжких преступлений, не причастен к организации беспорядков, а также не обвиняется в госизмене и попытке насильственной смены власти. Радостное визе для автомобилистов Касамшумар Тукаев предложил легализовать все машины, везенные до 1 сентября. Удель сбора и первичная регистрация при этом обойдется не больше, чем в 250 тысяч тенге. С ремаркой это лишь разовая акция и коснется только тех автомобилей, что не находятся в розыске и прошли таможенную очистку. Отныне правоохранители будут жестко перекрывать нелегальные каналы воза авто. Это поможет снизить статистику, в которой выросло количество аварий с участием нелегально находящихся в стране автомобилей. Таким образом президент указал послание на все полевые точки, обозначив пути решения для многих проблем, которые копились в обществе годами. Айгуля Монтаева, Каната Бирзин, Тельмурат Сидоханов. Председатель телерадиокомплекса президента Житокон. В справедливом Казахстане конфискованные у коррупционеров деньги пойдут на строительство школ. В справедливом Казахстане многотриллионная ликвидность банков работает на экономику, а не прячется на счетах, когда бизнес недофинансирован. Отдача казахстанцам от использования национальных богатств. Программа «Национальный фонд детям» восприняты в обществе на ура. Некоторые страны довольно успешно практикуют подобные детские депозиты. И к этому элитному клубу, конечно, с задержкой, но все же присоединяется Казахстан. Вообще, теме детей и женщин посвящена внушительная часть послания. Вот как восприняли обращения президента адресаты. Об этом в нашем следующем материале. Утро столичной предпринимательницы Оружан Куандеп уже почти как год начинается с кофе. Любимый напиток положил начало большой мечте. 20-летняя Оружан, не имея стартового капитала, рискнула и открыла собственную кофейню. Взяла кредит в банке, но этих денег хватило лишь на кофемашину. Бизнес не сразу стал приносить доходы, а кредит нужно было платить. Я брала кредит высокими процентами, мне вначале было сложно. У нас не было клиентуры, пока мы наработали. Было сложно с деньгами, с оплатой кредита. Был страх, что мы не можем оплатить этот кредит. И сейчас уже более-менее мы наработались. У нас хорошие клиенты постоянно, которые приходят. И мы хотим еще раз открыть уже большую свою кофейню. Думаю, это уже будет легче, чем в начале. Помочь таким активным казахстанцам, как Оружан, пообещал президент. Вдохновить молодых предпринимателей планируют льготными кредитами всего по 2,5% годовых. Помогут ребятами с трудоустройством в планах открыть около 100 тысяч рабочих мест. Это, безусловно, огромная помощь для семей из социально уязвимых слоев, для многодетных семей. И, на мой взгляд, это для молодежи очень хорошая путевка в жизнь. Впрочем, не хватает кредитных ресурсов всем, независимо от возраста. В цифрах это почти около 42 миллиардов тенге. При этом банки имеют триллионы активов, которые не работают на экономику, заявил президент. И посоветовал Нацбанку проявить больше изобретательности. В экономике очень непростая ситуация. И там необходимо дать новый импульс для того, чтобы эти вопросы все-таки решались. Находчивым в стабилизации цен на рынке пытается быть и вновь назначенный зампремьера. В отличие от коллег, Жумангарин сразу указал на корень проблемы. Крестьяне негодуют, что их цены оптовые снижаются. Но при этом розничная цена пропорционально растет. Завтра собираем большое совещание с торговыми сетями. Вообще все стейкхолдеры будут. Все дело в том, что в стране пока нет единой торговой политики, как таковой. Вообще выход из этого положения – это расширение форматов класса. На сегодняшний день большая проблема для нас магазиновые дома. Там максимальные цены растут. Законопослушные, те, которые работают фарватеры государственной политики – это большие форматы магазинов, которые сегодня есть. Скажу вам, даже это не секрет, мы будем всесторонне их развивать. Еще одна важная миссия государства – забота о детях и женщинах. Для Ферезы Байкеновой нынешнее послание главы государства стало действительно особенным. Через несколько месяцев она уходит в декрет. Впереди подготовка к родам и совершенно новый этап жизни. Я думаю, через год выйду на работу, потому что сидеть, смотреть на одну зарплату – это очень трудно. И это классная новость, что я слышу, что полтора года, а не год. И эти полтора года я могу спокойно дома сидеть и заботиться о своем ребенке. Ложенство – это мой первый ребенок. И я очень рада. Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет ведут уже с 1 января следующего года. Также будет пополняться другой – новый счет малыша от нефтедоходов. Туда будут отчислять половину от ежегодного инвесдохода национального фонда. По достижению 18-летия деньги можно будет использовать на образование или покупку жилья. При ежегодной статистике рождаемости в среднем 400 тысяч детей эксперты посчитали – к совершеннолетию на счету будет около 3000 долларов США. Такая схожая программа существовала в США. И сейчас она продолжается успешно уже в разных других странах. Программа называется «I can save», когда дети со школьного возраста учатся прагматизму, учатся копить деньги, откладывать деньги. Мы видим, что фактически 30 лет у нас национальный доход распределялся абсолютно несправедливо. Там часть каких-то людей, часть каких-то семей, пользуясь административным, коррупционным, прочим ресурсом, приватизировала богатство страны, остальная часть населения этими благами не пользовалась. Это неправильно. И вот этот шаг – это логический шаг за изменением Конституции, которая признала, что богатство, недра, животные, растительный мир – они являются богатством и принадлежат народу Казахстана. Не словами, а на делах. Страна нуждается в профессионалах и честных кадрах. И речь идет не только о министрах и депутатах. Менять политические традиции нужно и в выборе первой лица страны. И неожиданная для казахстанцев инициатива о сокращении президентского срока в будущем. С двух до одного на семь лет без права переизбрания серьезно демонополизирует власть, объяснили эксперты. Те страны, которые проходили непростой путь авторитарный, периоды узурпации власти, периоды продления полномочий, референдумов и так далее, они, ну как бы, есть же такое понятие, обжигшись на молоке, начинают дуть на воду, да, или наоборот. И вот просто на будущее вообще саму возможность узурпации власти этой нормы, наверное, можно снять. Еще одно поручение президента в стране появится новый налоговый кодекс. В первую очередь изменения внесут в блок налогового администрирования. Отныне система, в том числе и таможенная, станут полностью цифровыми по принципу одного окна. Есть новости и для владельцев роскошных вилл-автомобилей. Отныне налог с имущества будет изыматься по-новому. Лаура Байваченова, Айгуля Монтаева, Назумгуль Кумуспаева, ЖТКН. Революционным называют эксперты предложение по ограничению мандата президента на 7 лет без права переизбрания, то есть на один срок. Напомню, что новелла видится как механизм недопущения монополизации власти. Дальнейшая трансформация политической системы, а именно института президентства потребует конституционных изменений. В то же время пакет поправок в основной закон страны был внесен совсем недавно. Ровно 15 недель назад состоялся всенародный референдум, во время которого казахстанцы только проголосовали за изменения в конституцию. Анна Абрамова разбиралась, какие конституционные обновления уже дают результат, какие еще требуют времени, а какие возможно только предстоят. Внесение в основной закон страны поправок, поддержанных казахстанцами на всенародном референдуме 5 июня, это только начало пути к справедливому Казахстану, но никак не его финальная точка. Это неоднократно подчеркивал и сам президент, инициировавший реформу, и эксперты, которые разработали пакет поправок. Впрочем, то, что процесс изменений во многих сферах уже стартовал, казахстанцы ощутили практически сразу после официального опубликования итогов референдума 8 июня. Пожалуй, наиболее обсуждаемыми стали поправки, связанные с реформированием Института президентства. Сейчас, к примеру, право главы государства на принадлежность к политической партии ограничено. Действующий президент ни в одной из них не состоит. Еще в апреле Токаев покинул пост председателя крупнейшего общественно-политического объединения и вовсе вышел из партии. Еще одно ограничение, закрепленное поправками, запрет на занятие определенных должностей близкими родственниками президента. Высокие кресла на госслужбе или в квази-государственном секторе они, если когда-то и занимали, то сейчас в верхах не замечены. Кроме того, Токаев запустил процесс демонополизации власти. Для децентрализации политической власти необходимо усиливать регионы, необходимо усиливать политических лидеров на местах, необходимо давать новые ресурсы для органов местного самоуправления. В этой связи уже были реализованы ряд реформ. В частности, мы буквально на днях видели выборы Акимов. Они уже проходили по новой схеме, когда президент предлагает минимум две кандидатуры, и депутаты Маслехатов голосуют за них. Недавний пример далеко не первый. Усиление роли Маслехатов через предоставление им таких полномочий, которыми раньше обладал только президент, началось сразу после вступления в силу конституционных поправок, еще в июне. Однако и на этом реформирование института президентства, скорее всего, не закончится. В ежегодном послании народу Токаев неожиданно анонсировал внеочередные выборы президента уже в этом году. Мы проводим важнейшие, ключевые структурно-политические реформы и параллельно идем на серьезные экономические структурные реформы. В этих условиях, конечно, нам нужна консолидация общества и модернизация, в принципе, этого политического поля путем проведения и президентских досрочных выборов, и парламентских выборов. Впрочем, дело не только и не столько в проведении досрочных выборов президента и депутатов Нижней Палаты парламента. Очередные и внеочередные выборы для Казахстана – не редкость. Политической сенсацией стало предложение Токаева о семилетнем сроке президентства и исключении возможности переизбрания, которое потребует новых конституционных изменений. Президент сделал, я думаю, революционный такой шаг, где сказал, что теперь будет президент избираться только на один срок. Семь лет. Семь лет достаточно для решения важнейших задач, которые он обозначит в своей предвыборной платформе. Но, с другой стороны, это один срок для устранения всех предпосылок для монополизации власти. Это политическое нововведение президент вынесет на рассмотрение парламента в случае своего переизбрания. При этом внеочередные президентские выборы должны состояться уже осенью. Сейчас же в Конституции Казахстана прописано, что президент может быть переизбран на второй срок длительностью в пять лет. Это небеспочвенно вызвало определенные вопросы. Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на пять лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что президент после пяти лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на семь лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий. И если в этом вопросе точка пока еще не поставлена, потому как конституционная норма в отношении сроков президентства еще не изменена, то вот с парламентскими выборами все намного яснее. Переизбрание депутатов Мажелиса, как анонсировал Токаев, состоится следующей весной. Хотя срок полномочий действующих депутатов истекает только через три года. Эксперты считают предложение главы государства вполне закономерным и укладывающимся в логику политреформ, поскольку многие из принятых в июне конституционных поправок касаются модернизации именно этой ветви государственной власти. Ранее избирательная система предполагала возможность избрания депутатов в Мажелис исключительно по партийным спискам. Теперь вот наряду с пропорциональной применяется и мажоритарная система. Это означает, что люди, идя на избирательные участки, уже будут знать, что они голосуют за конкретного человека. В зависимости от его заслуг, в зависимости от его авторитета, в зависимости от того, не скомпрометировал ли он себя в каких-либо коррупционных скандалах. Учитывая, что архитектура трансформации выборного процесса уже обозначена в основном законе страны, возникает вопрос, почему бы не провести парламентские выборы раньше. Объяснение простое. Некоторые из внесенных в Конституцию изменений требуют уточнений конституционными законами и нормативно-правовыми актами. И работу по рассмотрению проектов этих документов должны провести депутаты действующего седьмого созыва Мажелиса. В том числе для того, чтобы следующая политическая гонка началась по новым правилам. Это продолжение политических реформ, которые были закреплены в референдуме. И до конца этого года уже парламент, начавший свою новую сессию, будет реализовывать изменения в закон о политических партиях и закон о выборах. Кроме того, Мажелис уже работает над рассмотрением предложенных правительством законодательных уточнений, связанных с принятыми конституционными поправками о работе уполномоченного по правам человека, прокуратуры и создании конституционного суда. И несмотря на то, что, к примеру, высший судебный орган, как известно, начнет свою работу только в январе следующего года, в обществе уже наблюдаются некоторые связанные с ним тенденции. Очень четко люди стали уже понимать о том, что должно сделать государство для того, чтобы устранить ту или иную проблему. Но это как раз, наверное, если с точки зрения, что изменилось, это понимание, что в ситуациях с нарушениями прав человека государственные институты не должны оставаться безучастными. И это в конечном итоге влияет в целом на общую глобальную государственную политику. Глобальная государственная политика более четко определилась и в отношении собственности земли. Внесенная в основной закон поправка, определяющая, что земля и ее недроводы, растительный и животный мир и другие ресурсы принадлежат народу, от имени которого право собственности осуществляет государство, помогает в процессе возвращения приватизированных земель, считают эксперты. К примеру, по данным на конец августа, комиссия ЖЕРа Монате вернула в госсобственность около 500 тысяч гектаров земли. Простой пример. Земля принадлежит народу. Через призму вот этой конституционной нормы, принципа, уже стало по-другому относиться к многим вопросам, которые касаются земельных отношений. Та же ЖЕРа Моната, которую проводят по земельным участкам, которые незаконно, и они возвращаются в собственность государства, и потом будут по справедливости на законных основаниях распределены, вот это сейчас находит уже на непосредственном отражении. Непосредственное отражение здесь и сейчас или только предстоящее обновление привычного уклада жизни. Так или иначе, процесс трансформации, запущенный внесенными в Конституцию поправками, уже набирает обороты. Новый политический сезон, по всей видимости, представит беспрецедентное количество обновленных законов и, возможно, новые изменения Конституции. В постпандемийном мире борьба за инвестиции развернулась с небывалой силой. Спрос на прямые иностранные инвестиции растет активнее, чем появляются предложения. И в мире инвестиций даже есть свои герои, что не боятся брать на себя обязательства и их исполнять. Немецкие технологические гиганты поддерживают курс Казахстана на снижение сырьевой зависимости и рост инноваций. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар-24» на полях 13-го заседания Казахстанско-германского делового совета в Берлине заявили представители компании «Сименс Энерджи». Предприниматели готовы инвестировать в казахстанские проекты по диверсификации экономики и декарбонизации. Мы однозначно хотим больше присутствовать в сфере развития возобновляемых источников энергии в сфере перехода на газ. Это очень важно. Газ – это технология мост. Мы также говорим о комбинированных циклах, например, для города Алматы. Идти от угля к газу. Очень важно сократить его потребление и улучшить окружающую среду в таком важном и большом городе, как Алматы. Казахстан – одна из топ-10 стран с потенциалом водородной зеленой экономики. И это что-то, что мы однозначно поддерживаем. И мы бы хотели начать сотрудничать в этом. И не только по кратковременным решениям, но мы должны начинать сейчас. И еще об одном событии, которое наша редакция, конечно же, не могла обойти стороной. Это прозвеневшие по всей стране школьные звонки. Для одних детей первые в их жизни, для других очередные. Первое сентября – День знаний. И фотография, облетевшая многие новостные ленты и паблики, став вирусным в сети. Малыш отдыхает в тенечке во время торжественной линейки. И звездой ковровой дорожки оказался Жанасыл. Ему 4 года. Живет он в селе Мкараузень западно-казахстанской области. На День знаний мальчик пришел со своими старшими братьями и сестрами. А им, в отличие от младшего, теперь никак не до отдыха. 3,5 миллиона детей пошли в этом году в казахстанские школы. Учиться они будут по новым правилам. Самые обсуждаемые в социальных сетях новшества продления учебного года и поэтапное введение языков в начальных классах Кунсая Курмет разбиралась, как отразятся нововведения на уровне образования наших детей. Четыреста тысячи таких красивых и воодушевленных вчерашних дошколят по всей стране в День знаний стали школьниками и вступили в новый серьезный этап своей жизни. Бантики, красочные букеты и слезы родителей. Первая линейка для многих проходила традиционно, но не для всех. В Павлодарской области несколько школ провели свои линейки не в школе, как положено, а во дворцах культуры. Все потому, что инвесторы, которые должны были построить или провести капитальный ремонт в школах, не сдержали своего обещания. Одна из таких школ находится в селе Сарашиганах, где учебное заведение на 98 детей подготовить просто не успели. До конца месяца мы завершим ремонт в школе села Сарашиганах, прилагаем все силы и возможности, обещаем, что скоро дети вернутся в школу. Здесь 43 года не проводили ремонт. Наша задача – быстрее привести в порядок школьные кабинеты и столовую, чтобы дети могли учиться. А это уже школа села Кемертоган в Алматинской области, где в первый раз в первый класс пришли 600 детей, из-за чего пришлось открыть сразу 22 класса. В школе появился даже первый «ы». Учебное заведение рассчитано на 1200 ученических мест. По факту здесь теперь будут обучаться порядка 5000. Учиться дети будут вынуждены в три смены, несмотря на то, что трехсменку пытаются искоренить уже несколько лет. У меня один ребенок идет в школу в 7 утра, другой идет к 11.30, у третьего занятия начинаются в 16.00. Их приходится возить целый день. Руководство школы не может отказать в приеме детей, поскольку другой школы здесь нет, а детям нужно получать знания. Впрочем, о перегруженности этой школы знают все. От Акима области до чиновников местного департамента образования. Но уже пятый год насущная проблема жителей села так и не находит своего решения. Такая же история происходит и в столичном лицее номер 79. Праздничная линейка здесь прошла только для учеников первых и 11 классов. Все потому, что уместить 4000 детей даже во дворе школы при всем желании не смогли. Переполнилась школа, здесь обязательно. На этот район надо еще две школы, потому что в Сат-Сити здесь уже 3000 жителей. Это один микрорайон целый. Максимум, я считаю, что для первого класса 25 это максимум. В каждом классе по 37 учеников. Есть классы ЛМ. В таких условиях невозможно уделять внимание каждому ребенку. И о каком качественном образовании может идти речь. В прошлом году профильное ведомство обещало сдать в эксплуатацию к 1 сентября по всей стране чуть больше 230 новых школ. А вместо этого свои двери для детей в новом учебном году открыли всего 80. Причин много. Есть задачи, есть пути решения. Вопрос стоит остро. Но каждый раз появляются отговорки о нехватке финансирования, бюрократии. И народ слышит только обещания. Такого не должно быть. Мы должны решить проблему с дефицитом школ здесь и сейчас. Символично, что именно в День знаний президент в своем послании народу поставил задачу до 2025 года обеспечить 800 тысяч детей комфортными и современными учебными заведениями. Для того, чтобы навсегда избавиться от трехсменных школ, которых по стране насчитывается порядка 130. Решать эти проблемы будет новое Министерство просвещения. Его чиновники, кстати, подготовили очередной пакет реформ в среднем образовании. Пожалуй, главной из них стало сокращение каникулярного времени. Отныне учащиеся первых классов будут учиться 35 недель вместо 34. А ученики со второго по одиннадцатые классы на две недели больше. Увеличение продолжительности учебного года позволит снизить нагрузку на учащихся, позволит дополнительно выделить время на изучение сложных тем, на повторение изученного материала. И высвобождается субботний день для дополнительных занятий с обучающимися. И возможность у большинства школ перейти на пятидневную форму обучения. Безусловно, перейти на пятидневку получится не у всех. Школы с трехсменным обучением останутся на шестидневке. Кроме этого, еще одним наиболее обсуждаемым изменением стало поэтапное введение языков в начальных классах. То есть, если раньше первоклассники учили сразу три языка, то теперь в первом классе остается только язык обучения, а во втором классе добавляется либо русский язык, либо казахский. И уже в третьем – английский. Я, как учитель английского языка, изначально была против того, чтобы языки вводили с первого класса. Потому как ребенок, который только пошел в школу, должен сперва освоить свой родной язык. И уже имея базу, легче учить другие языки. В целом, человек может выучить иностранный язык в любом возрасте. Главное – желание. Поэтому это решение министерства было очень правильным. Когда в возрасте хотел быть обычным человеком. Хорошим человеком будешь быть? А каким? Обычным. Просто обычным. Кроме этого, в школах вводится курс глобальной компетенции, что, по мнению Министерства просвещения, в будущем поможет детям определиться с профессией. Это новшество коснется учащихся с пятого по одиннадцатые классы. А вести эти курсы будут учителя, которые должны пройти двухнедельные курсы повышения квалификации. Впрочем, с таким подходом к профориентации согласны не все. Возникает вопрос к профессиональным навыкам учителей, которые будут вести эти курсы. Ведь специалист должен быть психологом, экономистом и должен знать все мировые тенденции. По моему мнению, сами специалисты должны обучиться глобальным компетенциям в университете как минимум два года. А если двухнедельные курсы такие эффективные, почему все учителя, пройдя такие курсы, не преподают обычные предметы в школах? Как бы ни было, сама профориентация и внедрение курса глобальной компетенции – процессы важные и необходимые. Они практикуются в развитых странах мира, подчеркивают эксперты. Например, в США с 1981 года в школах функционирует консультативная служба «Гайденс», где работают дипломированные специалисты в области профконсультирования с опытом работы от двух до пяти лет. По такому же принципу детей ориентируют и во Франции, Великобритании и Швеции. Поэтому специалисты считают, что изобретать велосипед не нужно. Когда в учебную программу добавляется какой-либо предмет, я всегда задаюсь вопросом. Есть ли у нас 7 тысяч специалистов? Что бы хватило на 7 тысяч школ по всей стране? А у нас их нет. В первую очередь нужно подготовить специалистов, а потом уже внедрять такие программы. Каждый год в сфере образования происходят те или иные изменения. Если одни из них реализуются успешно, то часть, как показывает практика, остается только на бумаге. И в таких случаях важно понимать, что любая реформа напрямую влияет на жизнь больше 3,5 миллионов школьников, их родителей, не говоря уже об учителях. Мы живем в стране, которую показывают по Хабару. Это на самом деле так. Уже в понедельник на нашем канале стартует новый телевизионный сезон. Будет трансформирована новостная служба Хабара. Новости станут короче. Главный акцент на аналитику. Основную тему новостного блока будут обсуждать в ток-шоу «Итоги дня». В целом, вниманию телезрителей, будут представлены порядка 40 новых проектов, 6 отечественных сериалов. В нашем эфире каждый казахстанец найдет что-то для себя. Формат новостей полностью изменен. Теперь не будет получасовых новостей. Будут 10-минутные новости, которые плавно переходят в ток-шоу. Кроме того, Хабар запускает проект «Жет-Казанау». Он направлен на возрождение музыкального народного творчества, помочь соотечественникам стать настоящими артистами, а молодому поколению сохранить и приумножить музыкальное наследие. Призвана новая программа «Кавер-шоу». Появится в сетке вещаний новый социальный проект. Помощь в дом, который будут везти Айгуль Муке и Назгуль Макжан. На этом у нас все. Увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с телеканалом Хабар и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова